всем здравствуйте сегодня 8 октября 2022 года одесса 11 часов как говорится место встречи изменить нельзя и вы опять с нами в одессе рассказываем что у нас за одессу значит сегодня в два часа дня на александровском проспекте будет джазовый концерт на балконе это на книжке я хочу рассказать меня спрашиваю что такое книжка многие кто не знает книжка это таки да базар книжный базар но знаете как у него такая интересная история может быть неинтересно книжный базар начинался еще на площади мартыновского теперь это греческая площадь они там стояли первоначально продавали книги учебники когда были популярны книги да потом там кассеты были в тихаря там продавали валюту и меняли их все время переводили с одного места на другое место на греческом я имею виду на площади мартыновского гоняли прогоняли они опять возвращались в общем и когда-то начинал началась модернизация ну если так можно сказать модернизацию решали куда их перенести да ночью они перешли на александровский проспект специально построили для них нет сначала то ничего не строили сначала не просто стояли для них построили сами себе строили их кто для них будет здорово там город построили кто тебе это сказал я знаю ясно хорошо пусть будет так и там продаю да сейчас книги но не только книги там продают продукты и там сейчас такой образовался там кафе есть там есть просто можно посидеть и пообщаться выпить чашечку кофе встретиться с друзьями и вот там сделали вот балкон с которого люди выступают артисты выступают с этого балкона но кстати вот балкон находится на александров на самом александровском проспекте а александровский проспект найти с одной стороны дома улице кафе с другой стороны дома улице кафе а по центру идет сквер и вот на этом сквере находится книжный базар книжный рынок кто как хочет может называть и почти в центре на этом да на этом сквере есть памятники есть спортивная площадка много скамеек есть детская площадка это такое очень интересное место с одной стороны с другой стороны проезжая часть дома кафе школа гостиница вот такой александровский проспект я немножко его вам описала где находится книжка ну вот так с этого балкона сегодня будет джазовая джаз выступать от джазовые артисты в два часа 14 00 но если я говорила я говорила что еще сегодня также сегодня в оперном не сегодня завтра 9 октября в 16 00 в оперном театре будет органная музыка что вы знаете первый орган в одессе появился в бродской синагоге вот год я не помню по 1905 но я могу ошибаться честно говоря поэтому я не буду говорить за год это было очень популярное место по субботам там шли концерты собиралась много людей пел хор и играл орган о здесь в одесской 5-й мужской гимназии учились писатели катаев в.п. катаев с 905 по 904 петров каптаев петров мы находимся в историческом центре одессы как вы поняли там есть дом на котором сидит мальчик смотрит в бинокль с рыжим котом если пройти чуть дальше и смотрит на стадион да 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 может быть не обязательно на футбол может быть он смотрит как там девушки спортом заниматься так что еще какую информацию хотела сказать откройте пожалуйста список для чего я его пишу чтобы не напоминал немножко так давай скажи что я там написала так а слушайте сюда у нас вышел новый закон что со вчерашнего дня с 7 октября запретили в общественном транспорте чтобы у водителя играла музыка но это как я почитала более развернуто и оказалось что музыка не может играть не только у водителей но и у пассажиров и также это касается и такси если таксист хочет включить музыку он должен спросить у пассажира не против ли пассажир если Если пассажир против, таксист не может включить музыку. Также и пассажир не может включить музыку без разрешения водителя. Если водитель против, пассажир должен выключить музыку. А в общественном транспорте тоже водитель может спросить у пассажиров, не против ли они музыки. Если вы хотите слушать музыку, одевайте наушники и слушайте себе на здравие. Вот такое. А что ты хотела спросить? Что там? Ты что-то хотел сказать? Я имею в виду, что и раньше тоже писалось, что музыку даже по телефону нельзя разговаривать. Да, нельзя разговаривать. А сколько случаев, что сами водители разговаривают по телефону, едут и разговаривают по телефону? И сколько было аварий из-за этого? Ну это... Не, ну это да, это как бы спорный вопрос. Но с другой стороны это правильно, потому что иногда едешь, и молодые люди, и немолодые включают музыку, включают какой-то фильм или какую-то рекламу, и это орёт. Ну, не всем это хочется слушать, потому что и так шумно. А знаете, что ещё вчера по Дерибасовской гуляли маски и делали людям настроение. Мирский шоу, ты же, уточни какие. Ну, театр маски, я только что хотела это сказать, и мир сказал заранее за меня. Да, и гуляли, и делали людям настроение, и смеялись, и делали всякие, как это, конкурсы. Что-то там, верёвочку натягивали, что-то. Ну, в общем, было очень весело. С Борисом Барским всегда весело. А мы же пару лет назад тоже на Приморске. Да, мы гуляли. Встретили с ними. Да, встретили, фотографировались, да. Кстати, я выложила, вот я не помню, где я это выложила, видел, в Инстаграм или в Телеграм. У меня было, да, что мы с ними. Игорь встал, позировал, я снимала. Да. Кстати, в нашем канале с Телеграм мы можем это найти, попытаться выложить. Нет, зачем выкладывать, можно зайти в наш канал и посмотреть, где я буду выкладывать, если оно уже есть. Как канал называется? Наш канал как называется? Одесский прогул? Да. Спасибо, дорогой. Так, посмотри на эти ворота, посмотришь. Вверху, деревянные. Это деревянные, да? Да, деревянные. Это железо уже рядом. Да, железо уже внизу прицепили, да? Вверху тоже. А, вверху тоже, да? Ну, все-таки, да, вот, хоть оставляют, да, не до конца вот сносят. Ну, потому что, конечно, неизбежно, новые старые ворота изнашиваются. Конечно, это все неизбежно, но хочется, чтобы можно больше сохранялось старого, чем современное. Может, пойдем на ту сторону? Да. Наверное. Вот я выдумаю, как мы. Вот как здесь перейти, да? Я не вижу. Нет, это не переход. Это кажется, что это переход. Да, но здесь одностровное движение, к этому можно. Только держи меня за здесь обязательно. И не беги меня. Боже, я начинаю нервничать, когда через дорогу посмотрите здесь. Как тебе нравится это здание? Втиснули. Ну? Как? Что это? А, отель. Еще и, ты видишь, еще и вышли. Да. На тротуар. Вот эти мои любимые дома с красного кирпича. Я обожаю на них смотреть. Смотри, это современная дверь или реставрированная, как ты думаешь? Ой, еще мозаика. Ой, прелесть. Думаешь, реставрированная? Думаю, я могу ее сделать лет 60-70 назад. Да? Да. Ага. А что там в моей записочке? Все, вся информация, все, что я... А ты уже, там было записано то, что ты его спросил. Да? Да. Ну, хорошо. А, что-то такая музыка интересная и знакомая там играет. Да. Ну, хорошо, раз мы все... А, сегодня за погоду, мне сказали. Ну, мы сейчас, сейчас с утра вышли. По сравнению, как вчера было днем, вчера была жара. Ну, а сегодня так, хорошая, приятная, можно сказать, осенняя погода. Да, солнышко. Ветер не холодный. Да. Можно приятно гулять, приятная прогулка. А вчера купались на пляже, что ты знаешь? Как плюс 25-26. Да. Купали, загорали. Не, ну, вчера таки было действительно жадно, что вы знаете. Вы пришли мокрые. Мы пришли мокрые, как будто бы мы искупались в море. Потому что оделись, особенно я, совсем не на 25 градусов, а на 15. Ну, что ты сделаешь? Очень трудно уловить момент. В общем, говорят, что еще долго будет так тепло. Вот. Ну, и слава богу. Для меня так пусть вообще и зима так пройдет до самого лета, чтобы была такая погода. Я буду только счастлива, да? Конечно. Да. Все. Давайте будем с вами прощаться, дорогие мои. Будьте нам здоровы. Берегите себя. Берегите своих близких. Пусть у всех у нас будет все хорошо. И пусть у всех у нас будет наступит завтра. Пусть у нас будет наступит завтра.